Если проанализировать, как ты тоже делал, ретроспективно политику Владимира Владимировича Путина, причем внешнюю, где он добивается наибольших успехов, то, на мой взгляд, проглядывает один такой общий рисунок, и совсем не такой благостный, как ты говоришь, а рисунок проглядывает следующий. У него вполне хватает духу на то, чтобы встать в конфронтацию. А дальше нужно еще больше духу, даже не больше, а немножко другого духу, больше безжалостности, для того, чтобы сказать, я не просто победю сопротивника, как в его любимом дзюдо, нет, я его теперь добью в физическом смысле, так, как это делается даже не в боях без правил, а в тюремной драке, насмерть, вот этого добить он этого не может, даже тогда, когда ситуация это позволяет. Я тебе скажу, что я по этому поводу думаю искренне. Дело не в том, что духу не хватает, а дело в том, что как раз совершенно иное у него в представлениях, на мой взгляд, это моя гипотеза, представление и о духе, и о возможностях. Я вот берусь утверждать, что, значит, ввязываясь в драку, он исходит из невозможности отступить. Отступить, нет. Он исходит из невозможности отступить в ситуации, когда отступление означает просто утрату субъектности, будем говорить. Да, я специально не использую пафосные слова. Да, понятно, понятно, о чем ты говоришь. Вот, и он вступает, он всегда вступает в драку, когда понятно, что вот еще шаг назад и все, да, вступает. Безошибочно. Согласен, с Крымом, согласен, согласен. Вот. Но в этой драке он исходит из своего понимания возможностей страны. И правильно делает. Правильно, да. Конечно, он и должен из этого успеть. Но в чем разница между нашим представлением о, так сказать... О том, как должно быть. Как должно быть. И представлением Владимира Ильича. Вот он исходит, на мой взгляд, совершенно адекватно, из возможностей страны. Вот в экономике, в экономике он исходит из невозможности, и частично в том числе, и в отношениях с элитами, и так далее. Из невозможности реальной альтернативы. Потому что он считает, что эта альтернатива является авантюрой. Он действительно так считает. Это, на мой взгляд, глубочайшее заблуждение. Глубочайшее. И, насколько я понимаю, искреннее заблуждение. Потому что если раньше он каким-то образом проявлял... Ну, как сказать... Не проявлял определенности в выборе экономической парадигмы, и теперь он просто жестко встает на защиту вот этой экономической парадигмы. Он ее вербализует от себя лично, не прячась за спиной там никого, как принципиальный выбор. Потому что он не видит реально, не видит работающие, действующие альтернативы. Не верит в нее. Не видит представителей этой альтернативы. И так далее. И это выбор. Если он раньше колебался как-то, да, просматривал, может быть, какие-то другие альтернативы. Такое ощущение, что на сегодняшний момент, вот сейчас, он их не рассматривает. Продолжение следует...